Такой сложной ситуации не было, пожалуй, все последние годы. Почти 700 миллионов рублей долга за газ. Из них каждый третий рубль – это просроченная задолженность. Именно в такой ситуации регион начал отопительный сезон. Но все же начал. И еще в конце сентября газовики подали голубое топливо во все без исключения котельные. Несмотря на многомиллионные долги за газ, все газовые котельные области работают в нормальном режиме. И мы гарантируем беспребойное газоснабжение поставок голубого топлива. Вместе с тем, нас беспокоят долги за газ в следующих районах. Вологодский район 62,9 миллиона рублей долга накопил. Череповецкий район 43,3 миллиона рублей. И если сегодня такая сложная ситуация за газ, то что будет в декабре? Серьезные долги также у Тотимского и Чагодощинского районов. Ранее главы подписали графики реструктуризации задолженности, но уже сейчас начали их нарушать. Проблемные моменты возникают почти во всех уголках Вологодской области. И причин здесь много. Это и долги населения, и несвоевременные дотации из бюджетов разных уровней. Газовики сегодня призвали своих потребителей срочно рассчитаться за газ. Ведь впереди морозная зима, газопотребление вырастет в разы, что может привести к увеличению суммы долгов. Ни о каких отключениях компания «Газпром Межрегион Газ Волок» до речи не ведет, но готова преследовать должников в судебном порядке. Меры, конечно, будут приняты. Принято в первую очередь это по снижению лимитов газа в 2013 году к тем, которые сегодня получают газ по нормальной бюджетной цене. Если ты сегодня не хочешь платить по нормальной цене бюджетной и не выполняешь свои обязательства, извини, будешь доказывать свою способность и финансовую устойчивость после 15 марта следующего года. Кроме того, долги могут привести и к другой проблеме – снижению инвестиций «Газпрома» в газификацию региона. Здесь связь прямо пропорциональная. Так что сегодня это вопрос не только энергобезопасности, но и будущего развития области. Продолжение следует...